Вообще, вот когда мы говорим про чувства верующих, может быть, пора разобраться о том, что же это такое, что это, что это, все молчат, да? Это нечто неописуемое, недоказуемое, нефиксируемое, неизвестное науке, недиагностируемое. Я подозреваю, что это просто обыкновенная злоба и обыкновенная нетерпимость к чужому мнению, ничего более, да? Потому что мы помним, что когда нельзя было оскорбляться, когда взрывались их церкви, грабились, попы скидывались с колоколем, ничьи чувства при этом оскорблены не были, равно как и во время вскрытия мощей. Вот можно посмотреть, у меня есть какая-то старая, но до сих пор пульсирующая и актуальная статья, называлась она «Теория и практика кощунства», где описано было все абсолютно, что оскорбляло чувства верующих. И самым сильным оскорблением, которое вызвало самую сильную реакцию, в свое время была иконопись, потому что были иконоборцы, которые решили, что изображение Бога есть главное оскорбление верующих. И тогда иконописцев, которые смеяли рисовать иконы, им заливали и свинец, и кипяток в глотку, и в кипятке им отваривали руки, удерживая их насильно в котлах. То есть было вообще очень десело и очень страшно, да? При том, что мы видим, когда это выходит из-под контроля, разговор о чувствах верующих, мы видим, например, там сегодня красавца Сергия Среднеуральского, ведь Россия никогда... О, мы давно не слышали о нем? Что там? Все в порядке. Я просто хочу сказать, что Россия никогда в своей жизни не отращивала себе полицейскую фуражку вот такого гигантского размера. Потому что такого репрессивного аппарата, как есть сегодня в России, обращенного именно на граждан, не было никогда ни в одной стране мира, ни по численности, ни по мощи, ни по организованности. И вот, несмотря на все, Сергий Среднеуральский, он присел на козырек этой фуражки и болтает ножками, хихикает и понимает, что никто ему ничего никогда не сделает, хочет помазать какого-нибудь царя на царство. Если у вас есть там в редакции завалился лишний царь, то давайте тогда его... У нас хорошие есть. Есть. Ну, в общем, нет у них методов против Кости Сопрыкина, как говорится. Нет, нет.